Дорога на плато открыта в Ване, Западная Армения, где толщина снега составляет 4 метра. Днение эксперта о турецком эмбарго. Ара и Вазян обсудили с послом Ирана провокационные действия Азербайджана в приграничных районах Армении. Возобновились поиски тела солдат, погибших во время войны. Паграм Думанян принял участие в церемонии открытия культурной крепости Мачанэнц. В музее института Комитаса прошла презентация книги с иллюстрациями «Ара-Рутюнян. От Комитаса до Комитаса». Памятные исторические сооружения Западной Армении. Партекская крепость Дерсима. Нубара Фаян один из девяти новых миллиардеров, разбогатевших благодаря производству вакцин. В некоторых частях Западной Армении уже начался оккупальный сезон. А плато в провинции Ван Пахче очищают от снега. Высокогорные дороги провинции Пахче-Сарай, по которой проходят люди, занятые в сельском хозяйстве и животноводстве, по-прежнему непроходимы из-за снега даже в мае. Зимой большая часть снега выпадает на плато Сундиус-Пахче-Сара. Иногда дороги закрываются на шесть месяцев, поэтому это место было названо девятой планетой. Теперь дорога очищена от снега, и дорога, на которой снег толщиной до четырех метров, открыта для движения. Турецкая эмбарго может нанести вред Армении. Власти должны дать понять бизнесу, что эмбарго продлится не менее трех-четырех лет. Тогда бизнес начнет больше инвестировать в местное производство. Отказаться от турецкого сырья. Например, от хлопка пока нереально. Даже отказ от готовой продукции потребует времени и усилий. По итогам первого квартала 2021 года в Армении увеличилось производство ряда товаров, которые ранее импортировались из Турции. Но для того, чтобы эмбарго действительно помогло экономике Армении, оно должно быть гарантировано как минимум на 3-4 года. Основатель экспертного сообщества и экспорта Армении Эмиль Степанян рассказал спутник Армении о нюансах от турецкого эмбарго. Выступил также Арам Карагинян. Материал полностью доступен на нашем сайте. 24 мая исполняющий обязанности министр иностранных дел Раев Азян принял посла Ирана в Армении Аббаса Бадахшана Зохури. Как сообщили Ньюсэм в МИД, в центре внимания встречи были вопросы региональной безопасности и мира. Упоминалось о ситуации, созданной провокационными действиями Азербайджана в приграничных районах Армении. Глава МИД Армении подчеркнул необходимость немедленного и безоговорочного вывода азербайджанских вооружённых сил, которые вторглись на суверенную территорию Армении. Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов армяно-иранской повестки дня. Особое внимание было уделено недавним визитам на высшем уровне и выполнению достигнутых по ним договорённостей. Поиски с участием одного спасательного отряда продолжаются сегодня в Вородинском Физулинском районе, находящемся под контролем Азербайджана. Отметим, что работы были приостановлены 4 мая. Общее количество тел, обнаруженных после прекращения огня на территориях неподконтрольных Арцаху или переданных Азербайджаном, составляет 1553 человека, 27 из которых, по предварительным данным, являются гражданскими лицами. Благотворительная культурная общественная организация Креста Армянского Единства основала культурный город-крепост Мачанс в Ячмятине. Торжественная церемония открытия города-крепости состоялась 21 мая в центре Мачан-Энстун, в которой приняли участие исполняющий обязанности министра образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян и заместитель министра Араха Змалян. Исполняющий обязанности министра образования и науки поприветствовал идею создания уникальной культурной колыбели. В рамках мероприятия наградил основателя организации Креста Армянского Единства Грикора Мачан-Энца Бабаханяна золотую медалью Министерства образования и науки за его вклад в развитие и популяризацию армянской культуры. В музее-институте Комитаса прошла презентация фотокниги «Ара-Арутюнян. От Комитаса до Комитаса». В иллюстрированный альбом вошли посвященные Комитасу скульптуры, рисунки, зарисовки выдающегося скульптора-монументалиста, живописца, народного художника Республики Армения Ара-Арутюняна, представленные на одноименной выставке в музее. Впервые в фотокниге представлен весь репортаж Комитаса Ара-Арутюняна. Здесь представлены работы из семейно-частных коллекций, а также из собраний Национальной галереи Армении. Крепость Пертек, возрастом 2800 лет, построенная на холме во времена Араратского царства в провинции Дер-Симс Западной Армении, приобрела вид острова, создавая уникальный вид на фоне синевой воды. Крепость Пертек, построенная урарцами в 8 веке до нашей эры на склоне холма на берегу реки Аратсан, была затоплена в 1974 году из-за создания кибанской плотины и приняла форму острова. Замок, который является одной из самых важных ценностей в провинции Пертек со времен Араратского царства, принимал персов, элинов, римлян и другие цивилизации. Замок, которому 2800 лет, состоит из двух стен, между которыми находятся руины здания. Между прочным красным кирпичом и синей плиткой, расположенными между полированными камнями южного фасада замка, находятся резервуары и руины. Расположение исторической крепости таково, что крепость Харберт в Харберте и крепость Сахман, построенная в одной провинции Пертек, смотрят друг на друга в одной плоскости. Пертек – одна из жемчужин Западной Армении, которую обязательно стоит увидеть. Дорогие соотечественники, рекомендуем вам посетить это историческое чудо. Как сообщает 1Lure.m, по информации Business Insider со ссылкой на недавний отчет People Vaccine Alliance, в список миллиардеров вошел ряд ученых, в том числе руководители современных фармацевтических компаний Moderna, Consinobiologics и Biotech. Согласно отчету, основанному на данных Forbes, есть 9 новых миллиардеров, которые накопили свое состояние за счет производства вакцин. Также в списке миллиардеров значится армянский благотворитель Moderna, Нубара Феян, состояние которого в настоящее время и оценивается в 1,9 миллиарда долларов. Далее для вас Саксакян. Соскум на Гавур. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственной телекомпании Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok